В этом видео я расскажу, как ты сможешь решить задание из Норвежской Олимпиады. Поэтому досматривай до конца, ну а мы погнали. Для начала давайте перепишем число 2 в 18 немножко в другом виде. Мы можем его представить как 2 в степени 9 умножить на 2. И минус 1 оставим. Теперь мы знаем про свойства степеней. Если не знаете, то смотрите мое видео про степени. Мы можем число А в степени М умножить на Н представить как А в степени М и возведенное в степень Н. Давайте так и поступим с двойкой в этом случае. То есть это будет 2 в девятой степени и все это возведенное во вторую степень. И минус 1. Но минус 1 можно еще представить как минус 1 в квадрате. Потому что 1, 1 в квадрате, 1 в кубе, 1 в четвертой степени это все одно и то же. Поэтому давайте так и представим. Дальше чем воспользуемся? Ну а дальше мы воспользуемся формулой под названием разность квадратов. То есть если нам даны два числа в квадрате, а точнее дана их разность, то мы можем представить их как произведение скобок. В первой скобке будет их разность, а во второй их сумма. То есть в нашем случае 2 в девятой степени это А, а 1 это Б. И мы можем записать это как 2 в девятой степени минус 1 умножить на 2 в девятой степени плюс 1. Дальше. 2 в девятой это 512. Но если вы не знаете, это очень легко посчитать. То есть 2 в квадрате это 4, 2 в третьей это 8, 2 в четвертой 16, 2 в пятой 32, 2 в шестой 64, 2 в седьмой 128, 2 в восьмой степени 256, ну и 2 в девятой это 512. И у нас получаются две скобки. 512 минус 1 и 512 плюс 1. Давайте это быстро посчитаем. Отлично. У нас получилось 511 умножить на 513. Теперь как можно представить эти два числа? Можно представить как 500 плюс 11 и 500 плюс 13. Давайте это и сделаем. Теперь нам просто необходимо перемножить две эти скобки. Значит нам нужно 500 умножить на 500, потом на 13 и также 11 сначала на 500, потом на 13. Так, отлично. Мы перемножили и записали. Но теперь смотрите, в этой и в этой скобке есть общее 500. Давайте вынесем за скобку. 500 умножить на 500 и 11 умножить на 13 мы оставим. Ну а теперь умножаем. 500 умножить на 500. Ну, 5 и 5 это 25. И еще нам необходимо приписать 4 нуля. То есть это будет 25 и 4 нуля, то есть 250 тысяч. Дальше 500 умножить на 11 плюс 13 это 24. И плюс 11 умножить на 13. Ну здесь необходимо просто знать свойство умножения чисел на 11. То есть нам необходимо записать 1 и 3, а посередине их сумму будет 1 плюс 3 это 4. Только главное, чтобы сумма цифры этого числа не превосходила 10. Дальше. 500 умножить на 24 это 12 тысяч. Потому что 500 умножить на 20 это 10 тысяч. И 500 на 4 это 2000. Дальше, как хотите, можете посчитать столбиком, но можно так. 250 тысяч плюс 12 тысяч это 262 тысячи. Ну и плюс у 43 262 тысячи 143. Вот так мы быстро решили, казалось бы, сложный пример из Норвежской Олимпиады. Всего лишь, что зная некоторые свойства и формулы математики. Решили всего за несколько минут. Не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны. Ставьте лайк, колокольчик и смотрите эти два интереснейших видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok